Для мизансель, для мизансель. Но для мизансель. Да, коллектив, это коллектив, я в школе из коллектива, это коллектив, это вот Ленин с Ваней, Ленин с Ваней Никольчой, я в середине коллектива, мадам, месье. Мадам или месье, вот в чем вопрос. Мадам, это вы не думаете, что мадам или месье это гендерное, это просто в плане персонажей служанок, Жанна Жене. Да, ну что же. Вот, кстати, только что Роман Григорьевич подписал тебе, моему сегодня помощнику, замечательно, как это, ах ты, ах ты, ах, Пашенька, ах, приходи, жду. Ну, ничего, ладно, я с ним завтра поговорю по телефону. Да, не старею душой. Все рано. Ну что ж. Ах, ты не доел. Моцарт, ты не доел, Моцарт, без меня. Так, сначала перекуси, потом меня запих... Ну что же, после такой зарядки, пробежки, я себе сформировал мизансцену. Как вы знаете и понимаете, я сегодня был в театре Романа Бекцюка на спектакле «Мандельштам». В этом театре я впервые в этом здании после завершения реконструкции очень-очень много лет шел ремонт, такой долгострой. Уже никто не верил, даже те, кто верят в эти все дела, там, боги и прочее, что закончится. Но, видите, поразительное дело, верующие, вера оправдалась, сменились премьера-министры, потому что Роман Григорьевич еще ждал, что поможет. Я не помню, какой-то совсем маленький был, такой лысенький, маленький, я даже забыл фамилию, «Между кем-то и кем-то». Между кем-то и он не помог. Это все, что я помню. А потом провал, ну как-то вот сделали, как похорошела Москва при Сергею Семеновичу. Спектакль «Мандельштам». Я вам скажу честно, давать такой театровеческой или просто рецензию, ну не сюда, ну не нужно, ну практически бессмысленно, потому что Виктюк и его театр – это другое. Это тоже как вера. И, возможно, это больше, чем конкретный спектакль, потому что Виктюк – это всегда больше, чем отдельный спектакль, это больше, чем режиссура, и это правильно. Личность – это больше профессии, больше эпохи и больше страны. Виктюк – это человек больше, чем все эти категории. И, конечно, на Рому надо смотреть из отдаления. Чем ближе, тем видится мельче. Не то. Я Романа Григорьевича не видел, так вот сейчас мы там были комические мизансцены в кабинете, и Сережа Билин еще был. Вот, я Романа Григорьевича не видел порядка… Сейчас, одну секунду, посмотрите. Все отвлекающие персонажи ушли, второстепенные герои пьесы. Так вот, на Виктюка надо смотреть из большого отдаления, и тогда его фигуры, его значения приобретают какие-то банальные слова, исполинские и так далее, и прочее. Нет, это все просто надо чувствовать как нечто очень важное. Вот все, что делал Роман Григорьевич за жизнь в целом, это очень важно. По поводу спектакля, скажу честно, вот там такая коллизия, Мандельштам рубит и делает то, что хочет, Пастернак побаивается, и уж если Роман Григорьевич так любит и поддерживает позицию Мандельштама, то я сейчас буду говорить слова, которые очень, ну, могут быть, ну, кому-то точно неприятны. Но, наверное, уж такая моя стеза, нет смысла анализировать, я всегда говорю, что думаю, в этом моя трагедия, в этом моя сила, в этом мой успех одновременно. Спектакли Виктюха в последние годы, почему я и, в общем, не хожу сейчас, просто Рома сказал, что сердце на месте, приходи. Я пришел, потому что я не имею права, не имел права отказать. Бывают случаи, когда вы не имеете на что-то права, да, и в данном случае я не имел права отказать. Я пришел, я прекрасно знал заранее свои впечатления. У любого, особенно большого мастера наступает, ну, не у любого, но наверняка у большинства, наступает период, когда система, художественная система, стилистика, которую он создал, которую он породил, великая стилистика, она выхолощивается. Это происходит вместе с ним, вместе с эпохой, вместе с его здоровьем. Кстати, Роман Григорьевич после инсульта в том году и то, что он создал этот спектакль, это уже победа и художественная, и антропологическая, и человеческая. Так вот, конечно, ну что говорить, ну, стилистика выхолостилась. Я заранее знаю абсолютно, я даю сейчас интонацию, сами понимаете, кого, абсолютно все знаю. Я знаю, как он подойдет медленно к табуретке, как он поднимет тяжелый металлический щит и его просит, просит, он упадет с шумом. Этот щит, там, фотографии каких-то важных персонажей для данного спектакля, это повторяется и из спектакля в спектакль. И вот как ты видел, кто снимает, я дирижировал, я говорю, вот сейчас, та-та-та, пам, упал, а сейчас медленно. И окружающие уже посмеиваются, чтобы за моей рукой, за моим дирижированием все было понятно, что будет происходить в мизоцене. Это был отдельный такой спектакль, наверное, не знаю, веселый, подлый, не знаю какой, но это было для меня настолько естественно. Это вообще хорошо, что спектакль вызывает такую реакцию в зале, что зал участвует, я считаю, что это очень хорошо. И я знал все это заранее, я знаю, как он всегда, этот персонаж один к другому подходит, связан, не связан, сзади говорит, один к спине, и через него, на него монолог, диалог этим неестественным голосом. Я уже знаю, что Сталин подойдет к Мандельштаму, и никогда Сталин так не был близок к Пастернаку, там, Сталин приближался к условно, и Сталин и к Мандельштаму, и к Пастернаку. Никогда еще Сталин не был так близок к Пастернаку, как в спектакле Романа Викюка. И очень точный, кстати говоря, в какой-то степени кастинг, потому что Сталин играл актерчик подлый, ну, по жизни просто подлый, а при этом в стилистике Викюка в его театре профессионально, потому что есть звук, есть энергия, есть усвоенная годами практика, возможность существовать вот в этой, ну, неестественной стилистике театра Викюка. Это очень сложная история, потому что не все актеры бытового театра, русского театра, которых там воспитывают в ГИТИСе, не то же сложное слово, воспитывают, что там воспитывают, выпускают, там, черт знает что. Но так ли бытовой театр, бытовуха, это нужно над, хотя это уже не над, а, в общем, выхолощено, неважно. Короче говоря, в этом плане он профессиональный и профессиональный, профессиональный почти все, ну, мальчик, который играл Пастернак, он еще очень недавно, я так понимаю, я его не помню. Он недавно, он в этой стилистике очень искренне, но так спокойно пока пытается. Все, конечно, и Люда Погорелова, и Карпушина, они уже вжились в этой спектакле. В спектакле, в принципе, одно и то же, прекрасно играет. При этом, по поводу Карпушиной, вот она минут семь сценического времени, это очень долго, семь минут на сцене, это семь лет в жизни. Семь лет сидела на плакате с фотографией Осипа Мандельштама. Ну, вот это знаменитое фото, такой тюремный профиль. Конечно, я думаю, что не так страшно, вот, простите мне этот сарказм, не так страшно потерпеть ад, сталинскую репрессию, как что потом семь минут на тебе будет сидеть, простите, задницей Карпушина в театре. Это, ну вот, в чем она сидела, буквально вот так сидела. И я понимал, что она туда сядет заранее, я же знаю, что будет происходить. Но прежде всего, нет, я хотел не с этого начать, я хотел все-таки сказать, что я очень признателен этому мастеру, этому театру. Я испытываю нежность и благодарность, и на самом деле все актеры сегодня и молодые, и подлые, и опытные, все, белые и шершавые, значит, все играли с очень искренней отдачей, потому что иначе там вообще тогда было бы совсем плохо, если бы они еще это без отдачи играли. Короче говоря, и вот мальчик этот, который, да, Мандричтам, на который Ром очень большие надежды возлагает и много ему там уже позволяет, они играли с огромной, с огромной отдачей, и за это им мое искреннее, профессиональное, человеческое спасибо и нежное спасибо. С другой стороны, конечно, если уже, это вообще всегда проблема, играть что-либо, снимать фильм, либо представить спектакль об исторических персонажах, в данном случае у нас не просто художник власти, у нас конкретные имена, Мандричтам, Пастернак, их жены, Сталин, это всегда сложно, потому что, с одной стороны, театр — это обобщение, это метафора, это над, а с другой стороны, вы так и иначе отчасти скованы историей, исторической достоверностью, документов сохранилось достаточно. Мне очень тяжело и как режиссеру, и как историку, потому что мне нужно либо полностью совпадение с исторической достоверностью, либо полный совершенно театральный, художественный, знаете, побег в свободу, в какой-то гротеск, в какую-то трагедию, которая выдумана полностью и окончательно. Почему фильм, например, Сарман Массант и Жаклин Бесетт «Наполеон Ждефина» я ставлю выше по эмоции, он более смотрибелен, чем, например, блестящий фильм «Батерлоу» Бондарчука, где Ростайгер, Кристофер Пламер, где попытка, знаете, поминутно четкого документального анализа, она там есть, она во многом удалась, но там нет того, что вам поясняет, вам дает чувство о Наполеоне по-настоящему, ибо только художественный имитатор вам дает настоящее ощущение. Тут нельзя мелочиться. В монографии – да, там ни в коем случае нельзя допускать ни миллиграмма вот этой вот выдумки и прочее, прочее. Значит, Мандельштам – это сложная тема для театра и кино, очень сложная для меня, я всегда, я же не могу, я за чьё-то мнение свежее рассказываю. Это моя, наверное, проблема. Я не могу восторгаться, любить полностью, то есть могу отчасти, но не могу полностью человека некрасивого. Мандельштам – бесконечно гениальный поэт, но он был некрасивый, он был неприятен. И даже голос у него был неприятен, есть записи, я думаю, что, знаете, много сохранилось, и Маяковский, и Есенин, и Пастернак, и Мандельштам – это же всё сохранилось. То есть записи голосов, и вот Мандельштам был неприятен, честно. И поэтому очень любить Байрона, любить Байрона и ставить оно в спектакль, наверное, ну, по крайней мере, для меня было бы проще. В Мандельштаме надо всегда делать вот эти вот прыжки, такие прыжки, меня, по-моему, оставили в этом театре совсем одного. Ушли все, по-моему, ушла даже недавно охрана, ушли абсолютно уже все. Если меня здесь закроют, мне придётся вызывать полицию, либо ночевать в театре Миктюка, ну уж тогда потом сейчас скажут, с кем я ночевал. Так вот, что касается метафора и любви к Байрону, что касается… Это проще, чем с Мандельштамом. Поэтому работа с текстом, работа с текстом – это ой, какая сложная штука. Работа с текстом – это надо, чтобы чтец, артист, актёр был самым большого масштаба, чтобы каждое слово, каждое слово было завлекательным, необычным. И его. Не то, чтобы присвоено, я это не очень понимаю, что присваивать чужое – это нехорошо. Вообще, борюсь с теми, кто присваивает чужое, там, например, мои концепции, тексты. Но так или иначе, чтобы это было интересно публике. Когда, ну, хорошие ребята, девчата хорошие, но простые, и они начинают читать тексты, уж лучше, да, уж лучше они будут брать с интонации режиссёра, как это делали ребятки в моих спектаклях, «Немецкая сага», «Линии неба», «Каллигулы» и так далее. Потому что другого варианта, когда нет своей огромной личности, тогда надо, к сожалению, подменяться, иначе будет неинтересно. И вот здесь эта проблема, это очень серьёзная проблема. Ну, мне на, не скажу второй, но первой фразе уже сложно, ну, я уже не берёт у меня эта фраза, тем более, когда ещё это одинаково, вот это, вот ещё опять, вот, ты же видел сейчас, да, и как дирижил, точно-точно, в секунду попадал, когда это будет, всё. Это здесь есть проблема. Значит, паренёк, который играл Мандельштама, гораздо обаятельнее самого Мандельштама, гораздо менее талантливый, при этом обаятельный, при этом такого же малюсенького роста, ну, небольшого, я говорю, просто невысокого роста. Актёр, мальчик, который играл Пастернак, очень подходит, такой тоже, знаете, зажатый, интеллигентный, такой скромный, такой, например, глаза добрые, хотя, видишь, Пастернак подвёл Мандельштама, когда Йосип ему звонил, и надо было защищать, а тот решил какой-то про Бога, там, значит, от трусости. А вы когда про Бога, значит, от трусости, да, это знаменитый, когда Сталин звонил, узнаватель, великий липс Мандельштама, хватит ли убивать, что если великий, то лишь надо убить. Вот, и если талантливый, то можно просто помучать. В этой стране уже так, здесь надо талантливых людей мучить, а если уж прям гениальный, то это ещё опаснее. Так вот, подозрительно мы тут совсем одни. Одна, знаешь, как, одна совсем одна своим здоровым коллективом. Карнавальная ночь, вот такая коллектива. Ведь у нас же как, у нас это непременно должно быть всё хорошее с заслугой коллектива. Я не отрываюсь от коллектива, и поэтому, вот, нет, мы всё-таки не одни, вот ещё остался в охране, который уже просто испугался. Сейчас мы три минуточки, и мы это самое, да-да-да-да-да. Всё сними, пожалуйста, абсолютно. Я считаю, что соцреализм в театре Витюка, он тоже должен иметь свою нишу. Он имел здесь нишу, он имел там нишу, но здесь, конечно, слегка между Таировым и какими-то Сашаги-3 в комедии Францесса. И, 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 что ещё? Ну, про то, что вот я сам, конечно, 7 минут смотрел, как Карпушина подавляет с собой Мандельштама, в прямом смысле слова, подавляет. Да, вообще, Роман Григорьевич, конечно, тот ещё тип, ибо его отношение к женскому полу, оно специфическое, как бы сказал Аркай Сакси, специфическое. И он не просто так Карпушину... Вот эта женщина, да, как-то, чтобы... Ну, я вам не буду всё говорить, что... Ну, я думаю, что умные люди поймёте. Это всё не так просто, знаешь. Не дураки сидят, как говорили. И Погорелова, конечно, Погорелова. Она молчала, Людмила где-то, она её жену Пастернака, как потом выяснилось, она молчала где-то полтора часа экранного времени. И я надеялся, что всё-таки это будет до конца, потому что не то, что она плохая актриса, она замечательная актриса. Это одна из ведущих таких столпов театра Виктюка, блестяще владеющая голосовыми возможностями, так сказать, пластикой, просто фантастически. Это вот такой человек, на котором держится театр громкий, и это потрясающая актриса, очень ценная для театра. Она блестяще молчала полтора часа. Это был как ход, потому что это всё кричали, суетились, рассказывали очевидные вещи залу, что вот это он хочет писать, а этот хочет, чтобы Сталин, чтобы он не писал. И это понятно, ну что мы будем говорить? Это было бы, если бы это было конец 80-х, когда все прислушивались к каждому слову ещё, ну, может, там уже не так кажется, но хотя бы к каждой фразе. Сейчас уже всем всё, ну, вот, открыли, да, вот, художник власть, вот, казнили, вот, с репрессией, выводов не сделали, но всё открыли. Но выводов не сделали, конечно, и не сделают. Сейчас это просто не работает, к сожалению. Этот спектакль, он опоздал по сюжету, он бесконечно опоздал по сюжету. И вот, когда Погорелова, жена Пастернака, она молчала, она молчала лучше, чем все. Вот, я смотрел только на неё, чтобы все суетились, бесконечно это вот это, вот это всё, вот это всё. Потому что ты впервые, я повёл мальчишку впервые в театр Виктюка, я сказал, потом будет кричать и падать железные щиты. Вот, он не поверил, мне не верит. Вот, получил вот это. Это хорошо, когда идёт нагнетание, 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 и как апофеосов, как эпицентр, это работает. Но когда это уже вот из спектакля в спектакль, из мизансцены уже заранее, ты знаешь, нельзя знать заранее. Театр должен быть таким чудом, который ты не знаешь, как это делается, почему тебя это трогает, почему это тебе смех, слёзы, почему ты не знаешь. Если ты знаешь, ну, значит, сам можешь это всё сделать и понять. Так вот, она в этом молчала прямо, так, уточённо, глубоко не знаю, может, она думала там о пельменях, это неважно, но она сидела, как будто думала о чём-то глубочайшем метафизическом. И, в общем, задача актёра дать это ощущение публике, а уже что внутри происходит, абсолютно не важно. Мы же не в плохом МХАТе, мы в хорошем Таилме. Так вот, она, значит, ну, Сталин там, что-то, конечно, в конце такое свистел, но это, нет, вот когда Любимов Юрий Петрович выходил в круге первым, я помню, на таганке, Сталин не доверял инженера. Вот это было страшно, было страшнее, чем Сталин. Юрий Петрович играл Сталина глубже, интереснее и опаснее, чем сам был Юрий Петрович, а вот здесь, ну, как-то, ну, так, да, достаточно подлинный, ну, хорошо, отработал. Вот, что ещё, что ещё, конечно, мы понимаем, что и так победа невероятная и возрастная, и тем более после этой вот проблемы со здоровьем, ну, там можно было поиграть, это уже, если бы там повесил, то бой, то сейчас их заделает, это декорация, ну, как сказать, две табуретки, два щита, и Христос висит. Вот, кстати, это заезженная тема, распятие вешать, это уже, это за что я Тарковского не очень, за эти вечные парафразы библейские уже, которые уже невозможны, да, но, тем не менее, там можно было поиграть и в эти куклы, ещё много чего, но это тоже уже момент, вы знаете, чисто физиологический, меньше энергии у режиссёра, и поэтому не совсем поиграешь. Кроме того, такой тонкий нюанс, ведь этот спектакль в общем политический, а Виктюк при всем том, что любой спектакль, он так и иначе политический, особенно свободный, про любовь это самая большая политика, потому что общество не свободное, это уже политика. Виктюк всё это понимает, и художник, и власть, это его главная тема жизни, биографическая, социальная, но его это по-настоящему, я чувствую, не трогает эмоционально. Когда нету соломея, служанки, любовь, нежность, одиночество, это голая форма. Когда в конце скрипка, скрипка, эта мальчонка, этот мандриштам, что-то такое, вот там проскальзывает, что трогает. А выхолощенный, даже там верди, сколько угодно можно поставить, верди, это реквием, это, ну да, бьёт по ушам, но не трогает, это только форма. Хотя она, безусловно, важна, но не та форма. И вот роману нужно про любовь ставить, это он понимает. То, что в соломеи работает, когда та же Людмила Погорелова, который говорит, мать Вальда, на суде, это знаменитый, мелочь вообще-то, но как это звучит в спектакле. Встаёт, и стул немножко отклонился от того, что она встала, но не упал. И она его как бы добивает, отшвыривает, чтобы он упал в стул, назло, наперекор обществу, показывая отношение к обществу. Вот это работает. И там это и оправданное напряжение. Здесь это вечно бью, это бьющиеся, это упавшие табуретки, это не работает, потому что здесь нет такого желания режиссёра доказать про любовь. А здесь, ну, политика, ну да, ну, художник и власть. Ну, понятно, что власть не хочет, художник хочет свободы, это власть не будет. Это очевидная такая штука, да. И даже то, что мне эта тема очень болезненна, потому что я всю жизнь, да, художник и власть, мне не дают учатся, не дают преподавать, не дают ставить, не дают залы и так далее, и так далее. Даже меня она не так трогает, потому что я умом-то её понял, да, а в спектакле это должно трогать ещё иначе. Так что здесь, ну, не до конца. Но в целом, повторяю, это всё самое важное в конце аплодисменты, когда выходит он, Рома. Вот это для этого делается всё и правильно делается. Это ритуал, это ритуал верный, красивый, это ритуал личности, которая победила вот весь этот совок, всю эту нищету, он всё же жил в нищете, забвение, нищету, всё это победила личность, и он имеет театр, который спонсируется этим государством. Он имеет его в Москве, в столице Советской Родины, он его имеет, и в этом его победа, одна из побед. И это прекрасно, и так должно быть. Я думаю, что всё.